Евгения Ниппат с итогами выборов Хакасии. А в Арабских Эмиратах обсуждают будущее нефтяного рынка. В Абу-Даби прошла внеочередная министерская мониторинговая встреча ОПЕК+. Ее участники оценили эффективность уже принятых мер и проговорили план на будущее. За ходом встречи наблюдала моя коллега Александра Суворова. Александра, доброе утро. Были ли приняты какие-то конкретные решения? Доброе утро. Конкретных решений принято не было. Стоит ли сокращать или, наоборот, может быть, даже увеличивать добычу в следующем году? Я напомню, что это заседание было внеочередной. И на нем обсудили не только, как исполняется Венское соглашение, но и то, каково его будущее. Именно поэтому ко встрече был, пожалуй, особый ажиотаж. И к российской делегации, к делегации из Саудовской Аравии приехали очень много журналистов и задавали свои вопросы касательно того, каким видят рынок в следующем году и какие необходимы действия. Глава российской делегации Александр Новак также успел провести встречи с своим коллегой из Саудовской Аравии, Валидом Аль-Фалихом, и также с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов, господином Аль-Мазруи. Ну и говоря об итогах встречи здесь, в Абу-Даби, вот так и прокомментировал Александр Новак в эксклюзивном интервью нашему каналу. Мы договорились о том, что нам нужно будет в декабре собраться и обсудить нашу стратегию. У нас есть разные опции, разные варианты для того, чтобы в последующем сохранить наше взаимодействие и если надо, продолжить это взаимодействие уже в формате сотрудничества, начиная с 2019 года. Глава российского Минэнерго, мы обсудили влияние американских санкций против Ирана на рынок. Он отметил, что если месяц назад еще говорили все, что будет дефицит и не знали, какие страны и как его покроют, то вот сейчас, когда стала известна уже определенность, хотя бы на ближайшее время такие вопросы возникать не будут. Остаются неопределенности, а что будет через те полгода, которые дали, так сказать, временно для возможности поставок. И как поведут себя импортеры иранской нефти, даже несмотря на то, что через 180 дней уйдут возможные эти санкции или будут продлены. Все эти неопределенности, они, конечно, создают волатильность на рынке и не придают такой уверенности. Комитет мониторинга ВОПЕК Плюс также решил, что необходимы будут корректировки рынка в следующем году. И было высказано предположение в кулуарах, что, скорее всего, речь пойдет о снижении добычи. Ведь, по мнению некоторых стран из Ближнего Востока, сегодня возможен в 2019 году некоторый переизбыток предложения на рынке. Но с такой позиции согласны не все. Александр Новак также отметил, что в России сегодня добыча вышла на определенные уровни. И, безусловно, для стабилизации рынка нефти наша страна будет делать все возможное, согласно тем условиям, о которых договорятся. Ну, а тем временем, Полит Альфальник также заявил, что в декабре Саудовская Аравия уже сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Я считаю, что первое, что нам нужно сделать, это договориться, нужно ли нам в принципе регулирование и насколько серьезное. Потом придется договариваться, как мы распределяем квоты, на основании чего. Думаю, нам удастся достичь консенсуса, и мы возьмем за основу более новые данные, а не будем пользоваться уже устаревшими данными 2016 года. Мы также связались с некоторыми другими странами, не буду называть их. И они согласились подписать документ, и также согласились взять за основу для распределения квот последние данные по добыче. Говоря о состоянии рынка нефти, все эксперты и представители делегации, с кем мы общались, не берутся прогнозировать, каким будет рынок в 2019 году, не называют четкую цену на нефть. Но уже отмечают, что, безусловно, соглашение ОПЕК+, несло свою лепту, и рынок, безусловно, стабилизировался. Ну и кроме того, также отмечено, что добыча стран ОПЕК+, в декабре будет уже несколько ниже, чем в ноябре. Мы признаем, что соглашение, достигнутое летом 2018 года, реализовано на 100%. Однако мы не думаем, что этот целевой показатель должен сохраняться как ориентир для будущей министерской встречи. Мы полагаем, что должна быть сформирована новая стратегия. И эта стратегия, независимо от того, будет ли предусмотрено сокращение или что-то еще, не приведет к увеличению производства. Определенно. Итоговое коммунике подписали, безусловно, все страны, входящие в Майдонидовый комитет, причем глав некоторых делегаций не было. Так, министр энергетики Кувейта не прилетел из-за плохих погодных условий, а его коллега из Алжира отправился на форум стран экспортеров газа. Но итоговое уже соглашение, как будет идти работа в 2019 году по стабилизации рынка нефти, оно будет принято в Вене уже меньше, чем через три недели. Андрей. Спасибо, Александра. С нами на прямой связи из Абудаби была Александра Суворова. Сейчас короткая реклама, а после поговорим о старт...